сегодня утром я так подумал на какую бы тему с вами поговорить помимо того что надо по игровому спорту докончить материала много ну вот сестра пришла рассказывать умер знакомые 67 лет сошел с дистанции сошел с дистанции мод все просят рецептик 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 от того сего а мы сейчас поговорим о бытовухе банальная бытовуха с которой очень много начинается и по здоровью и по судьбе вот человек взять его получил хорошее образование юриста нотариуса голова работает место естественно он себе козырное сделал как грамотному специалисту к нему вращались а дальше ну думаешь жизнь пойдет эх я то то жена там красавица все выбрал по любви так как надо дожить и жить денежки есть теперь дети и вот тут-то началось а два сына один из них заболел в детстве вот в 45 сахарным диабетом что там случилось непонятно естественно эти проблемы легли тягостным бременем ну во первых всех объездили всю страну где можно кто чё там скажет по сахарному диабету сахарный диабет пиротипа у детей доброго здоровья ну сахарный диабет пиротипа как они уже не лечится я думаю что лечится но это искать надо искать нужное знание и возможно искать не там где где медицина там смотрит ну ладно не будем убрать медицину то есть объехали вот это вот нет и года там примерно два назад умирает этот сын примерно есть такая есть такое мнение что вот человеку надоедает вот это вот болезнь противно там колодца следить тем более с детства и он уже начинает как-то принадлежительно к ней относиться короче упал в кому и нету уже возможно на этой почве на этой почве у жены произошли какие-то сдвиги вот из-за этих постоянных забот из этих постоянных переживаний за сына что она ну как бы как бы так мягко сказать перестала узнавать кого-либо то узнает то не узнает то есть человек выпал вообще из жизни нанял сиделку даже две сиделки для того чтобы обслуживали жену то есть человек жив но он уже не человек так вот за ним заботится ну вот опять наш знакомый ныне покойный это на него легло уже заботы временем вот таким вот где что как неприятно быт быт теперь еще старший сын остался и вот существует мнение которое он сам высказал что пока заботились о маленьком сыне вот вроде как что-то там упустили о старшем сыне ну я думаю это никто ничего не упускал вот если есть у человека тем он проявит его по жизни а если его нету упускай не упускай ласкай не ласкай обеспечивай что-то такое непутевая вырастает так у нас получается жена болеет он уже видеть не хочет потому что настолько тягастно в течение какого-то количества лет все это дело видеть что чтобы уже это не хочется то есть тот источник энергии который идет изнутри от духа наружу строя все эти тонкие тела и то это физическое тело он уже просто своим собственным сознанием перекрывается то есть человек человек в таких вот негативных размышлениях негативном настроении что ему тут уже как-то не нет не до жизни и вот он говорит как бы мне хотелось вот пожить для себя ага но мы еще забыли про старшего сына тут помянуть концовку что и то ему дали и все дали чтоб он и образование и место для работы но оказался вот таким вот непутем что все это как-то не для него все это как-то ему не надо что-то что-то хочет такое-сякое сам не знает какое короче отцовские денежки утекает то долги наделает то еще что-нибудь сделает и вроде бы вроде бы как вот этой концовкой послужила смерти нашего знакомого то что узнал о каких-то долгах очередных долгах своего сына и это и стало так сказать последней точкой жизнь стала не мила и вот в связи с этим я хочу сказать а теперь уже посмотрите на меня хоть зубов нету и лицо кому-то не нравится тем не менее выживают умные и ум это должен быть житейский вот не какой-то там профессиональный не какой-то там еще особый какой-то такой типичный житейский типичный такой мировоззренческий правильный а именно ну вот что-то там не получается ну будем говорить попробовали решить там проблему она не решается значит бросили отвернули совсем на другую сторону и живете как ни в чем не бывало без памяти о том неприятном и негативном вернее о том неприятном что что вам принес вот тот там путь по которому вы попробовали там идти или там допустим ой тот же родственник близкий вам человек который которого вы там вырастили ну в данном случае там сын и здесь вот насколько я для себя поясняю очень важно уже с детского возраста примерно заглядывать в будущее и рассказывать что есть там два-три путя вот если ты в чем-то там упорствуешь настаиваешь что это смотри может пойти вот так вот это может вот так вот вот так вот и в итоге ты будешь тем-то 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 и ну Бог говорит мы готовы тебя поддержать поддержать в твоих начинаниях вот но дальше ты сам потому что получается что в данном случае наш знакомый стал заложником своей собственной семьи он говорит как я устал я всю жизнь проработал то есть он всю жизнь проработал там не бухал для семьи все старался сделать там квартиры дома машины то есть его труд оказался ненужным то что он делал насколько я вот я бы так на его месте поговорил бы со своим там сыном все равно какая то получается беседа такая я бы 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 но трудные беседы есть трудные беседы поэтому от них и уходят их практически нету в интернете никто не хочет слушать про бытовуху что вот она там такая допустим человек развелся с женой у кого осталось там один сын два сына или там дочка женился на другой у которой у которой свой сын или дочка вот потом еще появляется совместный как со всем этим жить и те просят и эти и и получается какая то там непонятная я думаю опять таки вот вот жизнь она хочешь ты не хочешь осуществляет естественный отбор и в первую очередь человек в любой ситуации должен подумать подумать и осознанно найти решение если же решение не находится а ситуация продолжается то решение будет каким то спонтанным в виде какой то ссоры бытовой со всеми утекающими там отягощающимися последствиями вот как раз когда мы ехали из Крыма из Крыма домой я рассказывал что на передачу пришла женщина на восьмерке я там еще был такой канал на восьмом канале и вот она начала там рассказывать со всеми там подробностями свою жизнь а женщине это лет под сорокет что вот она где-то десять лет терпела своего мужа который ну вначале там ее оскорблял потом рукоприкладством стал заниматься а далее говорит стал душить и вот когда стал душить я тогда и ушла вот я ее слушал говорю знаете скажите своему мужу спасибо что он за десять лет из тряпки сделал вас человеком но вы же человек что ж вы терпите какие-то эти издевательства тем более вот вы собрали жить с близким там человеком а он тут сначала шуточки какие-нибудь откалывает такие знаете обидные потом переходит к прямым оскорблениям потом переходит к рукоприкладству и вы все это терпите вы же человек что вы его терпите это говорит о том что это не ваш человек уйдите от него побыстрее дабы начать опять свою жизнь там с другим человеком пока у вас еще возраст есть а вы потратили десять лет на какой вот а все ж эти и за все эти десять лет человек испытывая вот эти все эти унижения оскорбления у него в сознании остается куча негатива который накапливаясь в тонких телах то есть вот он жил хотел жить вот так вот ну там с мужчиной или там женщина получается вот так вот где-то надо терпеть где-то надо там перестраиваться где-то надо себя подавлять себя там подстроить поломать подавить понимаете это все препятствует нормальному жизненному потоку который идет изнутри наружу от духа через тела на физическое тело естественно начинает возникать разного рода заболевания на это дело практически не обращается внимание а вот зато на заболевание дайте мне какой-нибудь рецепт дайте мне рецепт чтобы у меня там давление не скакала чтобы у меня аритмии не было чтобы у меня там сахарного диабета сахар не повышался и т.д. и т.п. зоб не был там и шишки не росли вместо того чтобы просто напросто нормализовать нормализовать свою собственную жизнь распорядиться ею как я говорю спеть свою мелодию в этой жизни красиво кто-то мешает или как-то вы по молодости там не поняли но жизнь вот такая вот вещь которая которая постоянно нас чему-то учит как жить как жить как жить чтоб было нормально неважно там есть деньги нету денег важно чтоб вы сами себя не подавляли то есть человек подавляет сам себя своими же мыслями и эмоциями вот он доброе здоровье вот он хотел то вот он хотел это а в результате получил совершенно обратно что делать что делать да полным полно выходов меняешь отношения меняешь семью обстановку вплоть до того что уезжаешь куда-то и начинаешь все сначала с учетом приобретенного опыта вот это вот важно понимать поэтому вот я и хотел вам сказать что жизнь любит умных людей только они становятся успешными по крайней мере живут в этой жизни а все остальные хотим мы того или не хотим естественный отбор мы значит начинаем просто-напросто от своих эмоций вымирать доброе здоровье доброе утро от эмоций порождающих болезни и нету и вот тебе на 67 лет что касается материального благосостояния пожалуйста оно заработано да на себе я там заработал на всю оставшуюся жизнь а что касается духовного равновесия жизненного настроя позитивного который надо надо преодолеть создать своим собственным умом а вот его то никто ничего не рассказал никто ничего не показал об этом он не читал и даже не думал и вот он он как раз и сыграл это происходит постоянно с тысячами десятками тысяч людей то денег не хватает то не могут заработать то не могут найти себе в этой жизни все это начинает порождать эмоциональную бурю и пошло поехало дальше уже в виде в виде каких-то болячек от которых человек наивно просит рецептика что рецептик вот устранит боль а источник боли лежащий там у него в сознании в сознании в мировоззрении случилось что-то утрата близкого ну поскорбели вы его можете назад вернуть? не можете все перестроились новый якорь образовали за него уцепились живете дальше то этот мотокросс будет юморис будет может мотокросс что-то с утра тут куча народа собралась куча народа собралась что-то такое тут будет сделать что-то 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 сочетание холода солнцем с теплом утренняя холода создает вот удивительную ауру ну вот вот так вот я высказался неказисто вроде бы как непонятно но тем не менее вот сейчас я попробую сделать сделать такой вывод жизнь любит умных людей умных причем в мировоззренческом понимании есть образованные люди в разных там науках но именно должно быть мировоззренческий ум который бы взглянул на всю жизнь целиком увидел вот всю ее и мог на основе вот этого цельного зрения вести человека по жизни проводить через разного рода ситуации особенно связанные с разного рода бытовыми проблемами вот об этом я и хотел с вами поговорить а это там приводил пример еще там что-то там такое пятое десятое чтобы внутри вас всегда было спокойствие и как я говорю если у вас правильное мировоззрение то внутри у вас уверенность уверенность что жизнь ваша и все что сделается здесь правильно то есть уверенность уверенность порождает спокойствие спокойствие порождает силу потому что энергия идущая от духа через тонкие тела на физическое тело не растрачивается а это доставляет вам радость когда у человека полно энергии он радостен он позитивен и наконец таки когда вы всем этим обладаете вы понимаете что вы богаты вы духовно богаты не материально духовно да куча там может быть разного рода там благ а человек несчастен потому что к нему люди пришли там из-за его денег и так и смотрят как бы его там подсидеть сместить занятое место там вот а духовное богатство это нечто совершенно иное и вот вот это вот возникает на основе правильного мировоззрения о чем я вам и толковал все эти 30 минут Вы зашли на мой канал Малахов Про канал имеет несколько направлений которые отражены в соответствующих плейлистах целебная кулинария рассказывает о том как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма природная косметика как с помощью естественных продуктов от матушки природы сохранить свою красоту на долгие годы лунный цикл и народные приметы каждый день несет свою особую энергетику и особенности которые надо правильно использовать чтобы преуспеть в жизни библиотека здесь вы можете бесплатно посетить написанную мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать как работают те или иные средства оздоровления а также разработать свою собственную систему оздоровления и что важно задать интересующий вас вопрос и кроме указанного посмотреть другие плейлисты в которых я рассказываю о своем опыте видео с